Привет всем фанатам биатлона! Мы продолжаем кубок NGL и сегодня у нас пройдут полуфиналы среди женщин. Нас ждут два мастарта в немецком Аберхофе, которые решат, кто же из 18 оставшихся биатлонисток попадет в финал. Сейчас мы, как обычно, быстренько посмотрим составы сегодняшних гонок, а затем будем переходить к соревнованиям. Вот они составы двух сегодняшних полуфинальных гонок. Два мастарта по 9 биатлонисток в каждом. И нас явно ждет поистине захватывающая борьба, потому что только трое биатлонисток из каждой группы пройдут в финал. Уже позади у нас отборочный тур и 1 третий финала остался последний этап перед финальной схваткой. И сегодня мы узнаем, кто же заслужит место в этом финале. Я напоминаю, что про правила турнира я рассказывал подробно в анонсе кубка NGL, поэтому, если бы вы его не смотрели, то всю информацию о кубке можно узнать по вот этой вот подсказке. Ну а мы перемещаемся в немецкий оберхов для того, чтобы провести полуфиналы. Ну а перед тем, как мы перейдем к гонкам, я попрошу вас подписаться на наш YouTube канал, для того, чтобы не пропускать новые видео и прямые трансляции. Также поставьте лайк этому видео, чтобы помочь нам в продвижении нашего турнира кубка NGL. Ну а теперь переходим к гонкам. Итак, друзья, первый полуфинал. И здесь под номером 1 Эльвира Эберг, номер 2 Ида Лиен, номер 3 Динара Олимбекова. Дальше перечисляем Франциско Пройс, Сириль Экхо, Светлана Миронова, Клэр Иган, Селия Айманье и Марте Узбю Ройсланд. Какие громкие имена в этом полуфинале. И здесь практически все девушки обладают выдающимися скоростными характеристиками. Но, как мы уже знаем, на этом турнире в стрельбе все может быть абсолютно непредсказуемо. Поэтому результат может быть очень неожиданным. И давайте будем смотреть, что нам сегодня покажет эта гонка. И здесь, конечно же, я думаю, что главной фавориткой является норвежка Тириль Экхо. Потому что во всех предыдущих гонках, в которых она выступала, ее результаты лыжного хода были просто космическими. Она выигрывала очень много у своих соперниц. Но здесь мы понимаем, что конкуренток у нее будет вполне-таки достаточно. И Эльвира Эберг бежит очень быстро. И Марте Узбю Ройсланд, ее сокомандница, тоже может дать фору многим. Но мы надеемся, что Светлана Миронова, которая сейчас по центру экранов бежит, покажет хороший результат в этой гонке. Напомню, у нее в прошлом кубке NGL она не попала в финал. Дошла до этой же стадии турнира, до полуфинала. И там четвертой стала, то есть не прошла следующий тур. И еще раз напоминаю, что по три спортсменки у нас проходят финальную часть нашего турнира. Вот пока что Эльвира Эберг задает темп этой гонки. И здесь даже небольшой отрывчик у нас появляется. Но я не думаю, конечно, что сейчас сильно ей удастся убежать. Здесь и Франциско Пройс, здесь и норвежки уже подтянулись. Посмотрите, вот Ройсланд подтянулась. А вот Экхов пока что отсиживается. Она на седьмой позиции сейчас едет здесь рядышком с Динарой Олимбековой. Но это только первый круг. И вообще Оберхов такая трасса, где на первом круге сложно сделать какой-то большой солидный отрыв. Будем смотреть, что сейчас будет на огневом рубеже. Промах Лиен. Промах Иган. Промах Айманье. Эльвира Эберг. Пройс, Ройсланд. Экхов мажет. И посмотрите, только Олимбекова и Миронова попали. И вот это уже интересно, кстати говоря. Сейчас Белорусска с Россиянкой будут лидировать. И у них будет, ну не сказать, что прямо-таки преимущество большое. Но 5 секунд они везут Эльвире Эберг и всем остальным. У Эльвира Эберг возглавляет группу преследований сейчас. В этой группе преследований Франциско Пройс, Марта Узберойсланд, Тирелеков. Ну, короче говоря, очень сильные спортсменки, которые сейчас будут явно нагонять. Так сказать, беглянок с первого огневого рубежа. Но мы, конечно же, поддерживаем и Динару Эльвекову, и Светлану Миронову. И это очень интересное начало гонки. Итак. Да, чуть-чуть подтягиваются постепенно. Там у Оберг 4,4 десятых. Ну, полсекунды отыграли. Здесь в Оберхофе вообще достаточно сложно будет что-то ходом отыгрывать. Отыгрывать, но есть ли, например, характеристики, как у Тирель Экхов. И вот, посмотрите, сейчас она уже здесь опережает Эльвиру Эберг и кидается в погоню за россиянкой и белорусской. Которые, кстати, примерно в одни ноги бегут. Здесь, ну, чуть-чуть, может быть, Миронову помедленнее бежит, чем Олимпекова. Но в целом на одном расстоянии они держатся. И сейчас ко второму огневому рубежу приближаются спортсменки. А здесь Экхов. Экхов тащит теперь группу преследования на себе. И не хочет она теперь выжидать. Первый круг спокойно прошла, но сейчас уже врубила полный ход, похоже. Итак, вторая стрельба. Промах Олимпекова. Промах Миронова, промах Экхов. Два промаха Экхов. Промах Эльвира Эберг. Мажет Ройсланд. Пройс чисто стреляет. Лиэн снова мажет. Айманье попала. И Иган промах. Все как-то по промаху делают. Но вот Тирелеков отличилась. Два раза промазала. И сейчас Пройс лидером становятся гонки. За ней Олимпекова. Дальше Миронова все-таки сохранили свои лидирующие позиции. Но пропустили Франциску Пройс. Четвертое место Айманье. Эльвира Эберг дальше. Ройсланд, Лиэн Экхов. Три норвежки бегут. И на девятой позиции Клар Иган. Ну что ж, Тирелеков. Вот посмотрите, как рвется в подъем догонять. Но уже три промаха в этой гонке. Уже ситуация не лучшая у норвежки. Но здесь Франциска Пройс пытается убежать от белорусской биатлонистки. Светлана Миронова держится на третьей позиции. Но там дальше быстроногие Айманье и Эльвира Эберг. Так и там же неподалеку Марты Узберойсланд. И этих спортсменок, конечно же, нужно очень сильно опасаться. Потому что даже несмотря на то, что у нас трасса не очень длинная. Ходом все-таки они могут достать и подтянуться значительно. Но здесь самое, конечно, важное не делать много промахов. Так, это у нас Ида Лиэн была на экранах. А вот это Тирелеков сейчас, которая уже Лиэн обогнала за этот круг. И да, все-таки можно достаточно много отыгрывать. Да, но вот как я сказал, для этого нужно обладать очень выдающимися данными скоростными. Такими, как у Тирель. Итак, Франциска Пройс лидером подходит к третьему рубежу. Ну, кстати, Олимбекова это подтянулось даже чуть-чуть. Интересно будет посмотреть на статистику хода. Промах Олимбекова. Чисто Пройс продолжит лидировать. И Миронова чисто. Вот так вот Светлана здорово стреляет в этой гонке. Эльвира Эберг проваха и Манье промазала Экков. Снова два проваха. Вот сейчас для Тирель ситуация совсем становится критической, потому что такое отставание будет даже с ее отходом практически нереально отыграть. На третьем месте Олимбекова вышла из штрафного круга. Айманье, Ройсланд, Эльвира Эберг. Здесь группа преследований себя представляют. Там чуть дальше Ида Лиэн, ну и Тирель Экков с большим уже отставанием будет. Итак, Франциско Пройс лидирует в этой гонке, победительница прошлого кубка НГЛ. И сейчас настроена весьма решительно на эту гонку. Три с половиной секунды везет Мироновой и восемь с половиной секунд Олимбековой. И Олимбекова здесь не может чувствовать себя спокойно, поскольку за ее спиной норвежка Ройсланд и француженка Айманье. И там они тащат еще за собой Эльвир Эберг. И все эти три биатлонистки по-прежнему сохраняют шансы попасть в финальную часть соревнований. Ну а Пройс очень уверенно сейчас лидирует. Вот сейчас видно, как быстро она идет. И здесь интересно посмотреть вот от Мироновой. Да, чуть, ну чуть побыстрее. Буквально полсекунды, наверное, выиграла у нее за этот круг. Олимбекова практически в одни ноги с немкой. Ну а Ройсланд и Айманье чуть-чуть подтянулись. Итак, последняя стрельба, друзья. Сейчас решится судьба этой гонки. Франциско Пройс, Светлана Миронова. Стойка. Пройс мажет. Вот так вот. Два промаха Пройс. Миронова как быстро стреляет. Посмотрите. Попадает Миронова. Вот это да. И лидером сейчас ведь будет. Там еще Олимбекова мажет. Ройсланд три промаха делает. Вот это да. Айманье мажет два раза. Вы посмотрите. Все промазали. Миронова с огромным преимуществом сейчас будет выходить. И это однозначно уже победа. Потому что отставание Франциски Пройс и Динара Олимбековой здесь практически 12-секундное. Экхов чисто отстрелялась. Но это ее едва ли сейчас спасет. Она четвертая сейчас идет. Кидается конечно в погоню. Но Олимбекову так просто не возьмешь. Она на третьем месте идет сейчас. Ну а Миронова ну просто поразительно. Как ей удалось справиться сейчас со стойкой. Друзья я просто сам поверить в это не могу на самом деле. Потому что стойка никогда не была сильной стороной Светланы Мироновой. И вот сейчас 2-0 она сделала на третьем и на четвертом рубежах. Итак Пройс сейчас преследует Миронову. Но понятно что уже не догонит. Здесь 10 секунд в Оберхофе не отыгрываются. И просто в одиночестве финиширует Светлана. Это золотая медаль для сборной команды России. На Кубке НЖЛ. Пройс здесь обеспечила себе второе место конечно. Да, Динара Олимбекова не справляется с немкой. Но на третьем месте будет. Итак друзья поздравляю вас всех с победой Светланы Мироновой на Кубке НЖЛ. Но это полуфинал пока что. Прошла в финал. И просто точно прям вот чистая победа такая у нее сейчас была. Франциско Пройс вторая. Олимбекова додержала на третьем месте. Тирелеков посмотрите вылетает с турнира. На четвертом месте. И Эльвира Эберг вместе с ней. Вот так вот фаворитки-то. Ройсланд здесь тоже. После Аймане финиширует седьмая. Кто бы мог подумать друзья. Вот я когда сказал в начале гонки что могут быть неожиданные результаты. Я не думал что они будут настолько неожиданными. И вспоминая сейчас как Миронова на прошлом Кубке НЖЛ с Паулиной Фиалковой на финише зарубалась и проиграла. Вот сейчас она прям взяла реванш за это. Светлана Миронова, Франциско Пройс и Динара Олимбекова призеры этой гонки. И они проходят финал Кубка НЖЛ. А остальные спортсменки вылетают с турнира. Давайте посмотрим статистику гонки. Здесь ну традиционно лучший ход у Тирель Экхов. Марта Ройсланд проиграла 2 секунды. Эльвира Эберк на третьем месте. Вы посмотрите Мироновый ход далеко кстати не сказать что хороший. 13 секунд от Экхов и 8 место ходом. Но тем не менее за счет стрельбы. Ну и биатлон то понимаем что комбинация стрельбы и хода. Поэтому все вполне заслужено. Ну а мы друзья переходим к следующему полуфиналу. Второй полуфинал Кубка НЖЛ среди женщин. Номер 1 Джона Скоттхейм. Дальше Ингрид Тандровольд, Ханна Эберг, Денис Херман, Юлия Джима, Джустин Бразабуше, Доротея Вирер, Ванесса Хинц и Ульяна Нигматулина под 9 номером побежит. Ну и здесь конечно интересно вот сейчас посмотреть на выступление первой тройки у нас. Которая стартует с первой линии Джона Скоттхейм, Тандровольд и Эберг. Потому что ни одна шведка, ни одна норвежка с прошлого полуфинала не прошли в финал. И вот сейчас эти девушки должны просто ну рвать и метать за своих подруг по команде. Особенно это конечно касается Ингрид Тандровольд, которая единственная здесь из норвежек бежит. А из прошлого полуфинала три норвежки бежала и ни одна не прошли в финал. Это просто какой-то феноменальный результат на самом деле. Ну а шведке здесь Ханна Эберг является одной из главных фавориток конечно же на победу. Потому что у нее в целом сильные выступления и на этом кубке NGL тоже она уже несколько раз отметилась. Денис Херман естественно тоже даст здесь явно бой. И не просто так она в этот полуфинал отобралась. В целом тоже на этом кубке NGL сильно себя показала. Нигматулина, посмотрите, кстати, вперед вырвалась с девятой позиции. Сейчас идет на четвертом месте аж. Вот это неплохой старт от Ульяны. Будем надеяться сейчас, что продолжит она такую хорошую традицию Светланы Мироновой, которая задала вот темп прямо наше сегодняшнего видео. И чтобы сборная команда России в этой гонке тоже не просела. Но вот Тандровольд взялась на самом деле мстить за своих сокоманниц. И уже делает отрыв полторы секунды перед рубежом. Но здесь понятное дело, что Ханна Эрберг не даст так просто убежать. Там ее подстегивают еще сзади Вирер и Херман. Но отрывчик Тандровольд все равно сделала. И преимущество ходом мы уже видим. Но ходом-то мы понимаем, что здесь очень много сильных биатлонисток. А вот что будет на стрельбе? Вот это главный вопрос, конечно же. Промах Вирер допускает. Промах Браза Буше. Нигматулина промахивается, к сожалению, вместе с Ванессой Хинци и Юлей Джимой. А остальные попали. Остальные попали. И сейчас Тандровольд продолжит лидировать. За ней Ханна Эрберг. Ханна чуть быстрее отстреляла. Деннис Херман, Джоанна Скоттхейм. Это у нас первая четверка. А дальше те спортсменки, которые промах допустили. И здесь Доротея Вирер возглавляет сейчас группу преследования. Ну, правда, есть Доротея Вирер, а за ней группа преследования. Вот так будет правильнее сказать. Здесь Тандровольд, я думаю, что сейчас будет продолжать пытаться убежать. Потому что ей хочется отомстить, наверное, за своих подруг по команде. Но посмотрим, получится ли у нее это сделать. Здесь уже вот видно по времени даже, что Ханна чуть-чуть уступает ходом. Интересно, уступает ли ходом Деннис Херман. Но вроде как по времени тоже. Мы видим, что норвежка бежит чуть быстрее. И очень неплохое начало от Ингрид. Джоанна Скоттхейм здесь, мы понимаем, что отстает. Потому что скоростные характеристики не такие хорошие, как у первых трех девушек. Которые сейчас лидируют в этой гонке. Но да, Тандровольд прямо убегает на глазах, конечно же. Даже вот на такой недлинной трассе в Оберхопе умудряется сделать себе отрыв. Доротея Вирер подпускает к себе сейчас Жустин в разу Буше. Ник Мадулина там на седьмом месте идет. Ну, а здесь уже норвежка, шведка и немка. Ну, и еще одна шведка за ними. Уже на втором окне в рубеже. Вторая лешка у нас в этой гонке. Промах Ханна Эберг. Тандровольд попала таки. Ханна два промаха аж допустила. Деннис Херман тоже попала. И Джона Скоттхейм попали. Но обратите внимание, кстати, как долго стреляли вот сейчас спортсменки. Ханна-то быстро отстрелялась, но не точно. И Тандровольд тоже долго выцеливала, но эти ее выцеливания не оправдались. Ниг Матулина, кстати, сейчас чисто отстреляла и на четвертую позицию вышла. Вот это очень даже неплохо. И всего лишь 11 секунд у нее отставание. Дальше Юлия Джима. Дальше Ханна Эберг. Так вот Дортея Вирер опять, похоже, промах сделала, потому что опять седьмое место опять догоняет итальянка. И Браза Буше вот не клеится. У них стрельба в этой гонке сейчас. Там Ванесса Хинс на девятой позиции. Но Тандровольд продолжает убегать. На этот раз убегает она уже от одной Деннис Херман. Но там Джона Скоттхейм держится чуть позади. Мы тоже за ней следим. Держим ее, так сказать, на виду. Но понимаем, что и норвежка, и немка явно быстрее ходом. И явно будут увеличивать свое преимущество. Сейчас здесь вопрос, конечно, кто окажется быстрее из этих двух девушек. Из Тандровольд и Херман. Потому что сейчас преимущество Тандровольд перестает расти. И может быть Деннис, конечно, здесь прибавил. А может быть и Тандровольд уже начинает подздавать. Ульяна Нигматулина, вот ее сейчас отставание, конечно, выросло. Прямо значительно на 3 секунды за этот круг. Но все равно четвертое место она сохраняет. Итак, третий огневой рубеж, первая стойка. У нас вот стойка это очень слабое место у многих спортсменок в этом забеге. И сейчас Тандровольд как раз это и демонстрирует, промахиваясь первым же выстрелом. Что будет дальше у нас? Тандровольд два промаха делает и теряет виды стол в гонке. А вот Деннис Херман, кстати говоря, стреляет чисто. И она это делает уже не первый раз на этом кубке НГЛ. Показывает, я имею ввиду, чистую стрельбу на стойке. Джоана Скоттхейм попала, Нигматулина промах допустила. Ханна Элберг отстреляла чисто. И вот сейчас будет, наверное, на третьем месте бежать. Так, нет. Тандровольд там вышла со штрафных кругов. Ханна на четвертой позиции. Браза Буше два промаха допустила. Нигматулина на пятом месте сейчас идет с 18-секундным отставанием. Итак, Херман Скоттхейм в 5,5 секундах. Кто же там третьим-то идет? Ингрид Тандровольд, по-моему, да. 12 секунд проигрывает. Но для Тандровольд, конечно, цель сейчас догнать Джоанну Скоттхейм. Догнать и перегнать, так сказать. Ханна Элберг, для нее сейчас цель продержаться за Ингрид. И не подпускать Нигматулина. Но Нигматулина здесь, конечно, вряд ли приблизится сейчас к шведке. Ей главное сохранять чистую стрельбу. Потому что соперницы-то могут еще будь здоров, как намазать. Там, по-моему, у Ингрид Тандровольд точность стрельбы на стойке не очень хорошая, мягко говоря. Но сейчас посмотрим. Итак. Да, вот уже проехали Херман, Скоттхейм. И мы видим, что 3 секунды за круг проиграла шведка немки от Андровольд. Но вот все так же 12 секунд в одни ноги бежит действительно с Херман. Интересно статистику посмотреть. И последний огневой рубеж для немки. Сейчас все решится. Промах допускает Херман. Один промах. Кстати, может себе позволить, я думаю. Скоттхейм. Против Тандровольд, Ханны Оберк и Нигматулина здесь же. Скоттхейм попадает. Вот это да. Посмотрите. Ханна мажет. Тандровольд мажет. Шанс какой для Нигматулина. И сейчас два промаха сделали. Сделали соперницы. Нигматулина очень долго стреляет. Конечно, но точно, точно стреляет. И вот сейчас очень хороший шанс, конечно же, попасть на третье место. Друзья, но неужели мы увидим сегодня два подиума от российской сборной полуфиналов. И Ульяна Нигматулина на третьем месте идет. 13 секунд отставания от Херман. Но это не важно, потому что там дальше Тандровольд в 7 секундах от Нигматулина. И вот, конечно, нужно держаться здесь и не подпустить норвежку. Потому что Тандровольд очень быстрая. Она очень быстрая, но намазала, конечно, на стойке много раз. И тем самым сейчас рискует потерять свое место в финале. Ханна Оберку, посмотрите, тоже. Снова у нас повторяется ситуация, похоже, прошлого полуфинала. Только российская бетлонистка не на первом месте. И здесь еще Джоанна Скотхи. Посмотрите, просто, ну, сенсационно на втором месте. Кто бы мог подумать? Благодаря чистой стрельбе она сейчас на серебряную медаль претендует. Тандровольд бежит изо всех сил, мы это видим, сокращает прям на глазах расстояние. Но я думаю, что дистанции ей не хватит, чтобы достать здесь Нигматулину. Да, Херман, поздравляем. Еще одна практически идеальная гонка. Но вот все-таки, если бы не промых на огневом рубеже, то было бы совсем идеально. Скотхи, второе место, ну, просто сенсационно. И Нигматулина на третьем месте, друзья, я вас поздравляю еще раз. Еще одна медаль сегодня у сборной команды России и прохождение в финал. Самое главное, что две российские бетлонистки будут в финале Кубка НГЛ. Тандровольд четвертая осталась. И Ханна Оберг пятая. Прямо как Тирелеков и Эльвира Оберга не финишировали на четвертой и пятой позиции. Джима шестая. Верер с Бразой Буше, вы посмотрите, седьмое и восьмое место. Абсолютно гонка у них не получилась. Ну и Ванесса Хин здесь завершает тоже гонку. Джоанна Скотхейм, кстати, единственная, кто на ноль отстрелялся. И вот благодаря этому серебряную медаль она получает. Итак, Деннис Херман, Джоанна Скотхейм и Ульяна Нигматулина, призеры этой гонки. Они же проходят в финал Кубка НГЛ. А остальные спортсменки вылетают с турнира. Посмотрим статистику гонки. И здесь Жустина Браза-Буше, кстати, лучший ход показала. Тандровольд была второй. Херман все-таки проиграла норвежке, но не так уж и много проиграла. Нигматулина шестой ход. Ну, в принципе, для своего уровня пробежала достаточно неплохо. Джоанна Скотхейм, кстати, серебряный призер. Последний ход в этой гонке. Но вот точная стрельба здесь просто зарешала. И что интересно, кстати, единственная шведка прошла в финал. И ни одной норвежки у нас в финале не будет. Итак, друзья, перед вами сейчас сводная таблица результатов полуфинальных гонок Кубка НГЛ среди женщин. Синим цветом здесь выделены те спортсменки, которые отобрались в финал. И давайте сейчас сделаем вот так. И вот он состав женского финала Кубка НГЛ 2021. Динара Олимбекова, Ульяна Нигматулина, Франциско Бройс, Джоанна Скотхейм, Денис Херман и Светлана Миронова. Эти девушки разыграют главные медали этого турнира. И давайте, друзья, сейчас каждый в комментариях сделает прогноз на эту гонку. Напишите первую тройку призеров женского финала. Будет интересно посмотреть, кто же угадал победителей. И каждый комментарий с прогнозом я отмечу своим лайком под сообщением. А вы не забывайте ставить лайк под это видео за такие неожиданные результаты на сегодняшних полуфиналах. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы ни в коем случае не пропустить финал Кубка НГЛ, который обещает быть очень интересным. Ну а с вами сегодня были, как всегда, разработчики НГЛ Виатлон. Всем удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!